Громкое расследование этой недели стали известны имена сотрудников главного, секретного, главного вычислительного центра, которые наводят ракеты по Украине. Журналистам-расследователям «Инсайдер» Беллинкет и Шпигель удалось выяснить, кто наводит ракеты на гражданские объекты Украины. Было идентифицировано 13-30 российских военных инженеров. Журналисты также выяснили, что подразделение главного вычислительного центра состоит из трех команд. Каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет. Это «Калибр», «Искандер» и ракеты воздушного базирования. С нами на связи Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель здания «Беллинкет». У него мы узнаем все детали этого расследования. Здравствуйте, Христо. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Вы выяснили, что за наведение ракет отвечает секретное подразделение в составе главного вычислительного центра российских вооруженных сил. В России его упоминают редко и вообще утверждается, что «Анодия» занимается IT-услугами и автоматизацией. Как именно вам удалось найти его сотрудников? Во-первых, хочу внести небольшое уточнение. Они не занимаются самой наводкой. Это они получают, конечно, от ГРУ и из их службы информации, Министерство обороны. Но они занимаются программированием самого маршрута ракеты. Им говорят, что надо попасть именно в это здание или в этот вокзал. Вы программируете весь маршрут от этой подводной лодки, например, или этого корабля в Черноморском флоте до этого здания. То есть они, конечно, знают, куда стреляют. И они программируют весь этот путь. Почему мы заинтересовались? Потому что мы понимали, что эти ракеты, которые не так давно используются в России, они впервые были применены в Сирии в 2015-2016 году. Они требуют ручное введение этих данных и ручного постраивания маршрута, траектории. Потому что они очень много зависят от последних изменений террена. Они летят очень невысоко. Они летят примерно 30-50 на трех над землей. Поэтому люди, которые программируют, не могут рассчитывать на какие-то теоретические узоревшие карты, потому что вдруг там было построено какое-то новое здание. Они скрупулезно должны проверить, что находится по всему маршруту и запрограммировать, например, как обойти, обехать то или другое препятствие. И очень важно, эти люди должны включить конкретные визуальные сигналы, которые ракета должна опознать во время прилета и в итоге должна опознать и саму цель. Вот мы знали, что такие люди существуют, но думали, как можно их найти. Но мы описываем в нашем расследовании длинную процедуру, по которой мы это сделали. Мы стали искать специалистов, которые могут это делать, которые понимают, как работают дальнобойные ракеты, и которые имеют программистский даграунд, и нашли, что на это обучают только в двух военных институтах в России. В Московской академии стратегических космических ракет и в Петербургском инженерном институте, который привязан к министерству обороны. Мы начали искать, где работают выпускники этих институтов. Ну и в течение там пару месяцев смогли найти, что куча из них, группа из них работает именно в таком мистическом ГВЦ, главном вычислительном центре, который официально занимается там IT-саппортом и статистикой. Мы понимали, что не могут люди с ракетным образованием заниматься IT-саппортом. Ну и дальше все как обычно мы делаем. Получили биллинги шефов этого института. Заметили, что они получали звонки по ночам, именно тогда, когда были очень жесткие и важные прилеты их ракет по Украине. Дальше стали биллинги тех, которые им звонили, тоже анализировать. И таким поступательным образом мы смогли вычислить примерно 33 молодых людей, которые своими звонками обозначали себя как часть одной или другой ракетной группы. Потому что они только тогда общались по ночам, по воскресеньям и так далее, когда были прилеты именно там либо Калибра, либо Искандеров, либо Х-101. Ну вот это вкратце, иначе было намного дольше. 6 месяцев нам отняло это. А скажите, а кто ключевой в этом центре? Вы определили, кто там руководит? Как это было? Ну, человек, без которого вся эта группа не может работать, это полковник Багнюк. Подполковник Багнюк, может быть, уже полковник. В 82-го года рождения он родился в Риге и закончил тоже ракетную, стратегическую ракетную академию в Сверхпухове, недалеко из Москвы. Ну, человек, который управляет, командует всей этой группой, все эти молодые люди ему подчиняются. Он их отвез, ну там, мы смогли их найти вместе с его командой и на общих фотографиях. Они были вместе и на чемпионате мира в Москве, который проводился в Розе, когда он был с этой группой, которую вы показываете сейчас. То есть они довольно давно работают. Они к нему относятся как, ну, как, скажем там, взводному отцу. Без него эта группа не может существовать. Он, по нашему мнению, причастен к всем этим обстрелам больше всех остальных. А вот вы сказали, что выпускники военных институтов, есть инженерная академия, но мы знаем из вашего расследования, что не все там военные, там есть и просто айтишники, и даже разработчики компьютерных игр. Да, очень интересно, откуда вообще появились эти молодые люди. Действительно, многие из них имели просто компьютерный IT-бэкграунд и занимались в молодости, ну, еще более молодые, когда были, разработкой игр или сами были игроками, мы нашли их аккаунты, были, занимались поддержкой банковским софтам и так далее, и так далее. Но потом кто-то, видимо, их завербовал, и они получили дополнительное образование в этих военных институтах. То есть все они прошли все-таки через эти военные институты. Потом некоторые из них вернулись на гражданку и работали дальше, вообще не связанные никак с войной работой. Например, вот первый, которому я позвонил, этот Матвей, майор Матвей Любавин, он после того, как закончил этот институт, пошел, работал в банке. Но, видимо, с начала войны их всех пригласили, вызывали, и они, как минимум, с начала этого года обстреливают Украину. А вот вы говорили, что позвонили одному из них, мы читали в вашем расследовании об этих разговорах. Кто-то говорил, что вы попали на свиноферму, кто-то говорил, что я там не работаю. Могли бы вы немножко содержательнее рассказать об этих разговорах? Это невероятно интересно. Да, первый звонок, первое общение, оно было чатом, не разговором, было именно с этим Матвеем. Почему я к нему обратился? Потому что по его социальным сетям он делал впечатление, что он нормальный человек, молодой, абсолютно типичный поколение Z человек. То есть он смотрит американские фильмы, комментировал в своем Твиттере, был знаток с западной музыкой, путешествовал по скандинавским странам. У него супруга модный дизайнер, он сам организовал модные вечеринки в Петербурге. Так что я думаю, что с ним разговор пройдет более-менее конструктивно. Но вот именно до общения с ним был один из тех тяжелых дней, в которых в Украине были прилеты этих крылатых ракет, и они убили нескольких невиданных гражданских лиц. И я не мог не начать с этого. И спросил у него, как он может спать после такой работы, которая ведет к этому. И скинул ему ссылку на эту статью. И он сначала подумал, что это какой-то его друг. И он сказал, а кто ты? Я тебя не узнал. Но я сказал, ну мы с Беллингетт, мы задаем вопрос. И он тогда подумал и сказал, ну, ведите себя более профессионально. Что это за эмоциональные вопросы? Спросите меня более конкретно что-то, и я подумаю, могу ли я ответить. Тогда я ему задал более конкретный вопрос. А именно, ну почему столько много гражданских жертв, их ударов с этими высокотошными ракетами? И дал ему даже три варианта. Либо это может быть просто промах, потому что вы плохо работаете, либо потому что получаете нетошную информацию от ГРУ, или просто вам от вас ожидается, что у вас будут гражданские жертвы, и что это требуется. Ну какая из этих трех версий? Он подумал, подумал, сказал, что, ну вы понимаете, я не могу вам ответить на этот вопрос. И тогда он сделал скриншот этого нашего чата, и я понимал уже, что он кому-то это передаст. Ну конечно, потом Беллинги и его уже звонков показали, что он, ну подумал немного, но после там полтора часа раздумывая, он позвонил в ФСБ и рассказал, видимо, об этом звонке. И после этого уже все остальные, которым мы звонили уже, ну они были подготовлены ФСБ такими абсурдными, ну жалкими объяснениями, что я на свиней ферме работаю, я водитель автобуса, я цветной магазин у меня, нет, я не могу вам объяснить, объяснить, почему вы мне не показываете эту фотографию, я первый раз себя вижу в военной форме. Ну такие абсурдные открыты. Знаете, вот у меня как раз 10 октября ребенок в школу ехал по улице Владимирской, и вот туда прилетела ракета. И, конечно, смотреть на все эти фотографии, на эти лица, кто это все запускал, просто что пришлось пережить, пока я ей дозвонилась и узнала, что все в порядке. Вот они даже звонки совершали в дни запуска ракет. То есть есть такое ощущение, что они надеялись, что их никогда не раскроют? Да, для меня самый большой шок был, насколько они тривиально смотрели на свою работу во время этих прилетов. Вот взлет, который вы описываете утром 10 числа. Тот же подполковник Богнюк, пока он ждал вылета ракет на рабочем месте, за рабочим столом, он покупал старинные монеты на каком-то сайте, на котором он очень часто покупает. То есть это его хобби, он этим занимался, торговал цену на эти монеты. То есть для них эта работа вообще, буквально работа, от которой лучше избежать ее, а не делать ее с какой-то целью. Но это же может быть частый причин, почему они так не точно попадают, и почему гражданские жертвы, потому что так относятся и к работе. Вот среди инженеров есть и украинцы в списке, по крайней мере мы видим и украинские фамилии. А есть такие, кто родились в Украине? Есть, как минимум один, который родился в Украине. Вы, скорее всего, его узнали по фамилии, но не хочу его называть конкретно, но да, есть такие, которые родились в Украине. Но имейте в виду, что кто-то из них нам тоже скинул. Но эти фотографии, которые вы видите, на анонимный адрес, и я очень надеюсь, что, по крайней мере, это человек, который из Украины. Кто-то из этой группы вам скинул эти фотографии анонимно? Да, мы давали всем анонимный адрес, но имейте в виду, что мы звонили и общались не только с этими, а из, ну, примерно там 45 были все, с которыми мы общались, и им давали этот мейл-адрес. Часть из них были, я могу сказать, намного более уважаемые мной молодые люди, потому что они не работают сейчас в армии, они закончили это образование. Мы видим, что они находятся в звонках этого Багнюка. Багнюк пытался их, видимо, убедить вернуться, потому что им не хватает людей на работу в армию. Но вот часть из этих, которым он звонил, мы видим, что они до сих пор работают в своем частном бизнесе. И, видимо, не получилась эта вербовка. Так что, возможно, кто-то из этих бывших сотрудников скинул нам эти фотографии. Вот возвращаясь к этим людям, к этим трем десяткам, людей, которые занимаются программированием полетов ракет, как вы из общения с ними поняли для себя, это идейные люди, они работают за деньги, или их, может быть, шантажируют? Или это просто работа им? Такое банальное зло, как было и у нацистов? Я думаю, что для большинства из них банальное зло – это основное определение. Мы пытались понять их вообще идеологический склад. Мы смотрели на их посты в интернете, и была там небольшая часть, может быть, 20%, которые называли себя ультраконсерваторами, которые там ненавидят Запад. Ну, вот такое большинство было. Но большинство – это люди, которые политически нейтральными взглядами хвастывались, ну, реально жили абсолютно современную жизнь. И идеологически… Ну, я думаю, что для большинства из них это только работа. Может быть, сейчас уже, когда они попали в эту уловку, им обещали анонимность, оказывается, что они не анонимные, но, может быть, сейчас у них более так… Они себя оправдывают с какой-то патриотичностью, чтобы… Когда уже знают, что весь мир на них будет смотреть. Но я думаю, что до прошлой недели они считали, что они просто идут на работу, получают зарплату, и когда война закончится, эти зарплаты не будут такие высокие, они пойдут в другую гражданскую работу и опять будут путешествовать по миру. Вот я вам гарантирую, что вот эти люди не смогут больше путешествовать. Вы много узнали о привычках этих людей и, в частности, чем они занимаются в рабочее время. Вот вы рассказывали, один из них монеты продавал, да? А был еще там такой, который на сайте знакомств сидел и девочек себе заказывал, да? Ну, мы нашли как минимум двух, которые создавали себе сайты знакомства в этом году, во время войны. Один из них, это был более… Этим занимался Роман из «Инсайдера», но он смог попасть прямо в его аккаунт и в реальное время смотрел, как этот человек, ну, заказывает себя девушек, там, торгует о цене. И даже был такой для меня очень шокирующий момент, в котором, ну, он с какой-то, ну, видимо, с девушкой-проституткой общается и спрашивает, чем она сейчас занимается. Она говорит, ну, я сейчас работу-работаю. И смайлики его силает, он отвечает, ну, я тоже работаю, работаю и смайлики тоже. То есть, вот какое отношение к его собственной работе. Это было в рабочий день на знаменке 19 в центре Генерального штаба вооруженных сил России. Вот оттуда он заказывал себе проститутки и считал, что 70-70 долларов в час слишком много и предлагал 15. Знаете, вы уже рассказали о том, что, скорее всего, эти люди никогда больше не смогут путешествовать за границей. А я думаю, и многие эксперты с этим соглашаются, что в том, что они делают, есть состав военного преступления, по которым нет срока давности. И если эти люди выйдут за границу, они могут сесть на скамью подсудимых. Как вы считаете, достаточно ли будет этих доказательств? Я думаю, что да. То, что мы накопили, это все-таки будет точно рассмотрено международными расследователями, включая Международным уголовным судом. Конечно, они получат более объективные данные, чем мы смогли без каких-то... Ну, мы просто журналисты, поэтому я уверен, что они могут больше данных получить. Но самое важное, что то, что они делают, вот эти 33 или больше молодых людей, ну, можно, скажем, не назвать преступлением, только если они не знали об этих результатах, об этом эффекте их обстрелов. Это я исключаю. Это даже мы им говорили. Даже если в этом абсурдном гипотезе, что они не смотрят новости, не знают, какие результаты этих... Особенно после вот этих новых обстрелов в октябре, в котором даже их руководство призналось, призналось, что цель этих обстрелов уже гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура. Вот это точно уже следователи называют на военном преступлении. Потому что одна вещь, когда они нечаянно, там как часто общих жертв, ну, убивают и мирных людей, тогда теоретически они могут извинить себя, что, ну да, это часть войны. А вот когда они участвуют, они очень критическая часть цепочки, они участвуют в обстрел, преднамеренный обстрел в гражданской инфраструктуре, это точно будет рассмотрено как военное преступление, это мое мнение. И это означает, что рано или поздно они пристанут пред судом. Будет ли это в присутствии их или в отсутствии, ну, пусть будет даже в их отсутствии, но по-любому они будут признанными преступниками. Я у вас уверяю, что они этого не ожидали. Они думали, что они будут жить в анонимке и продолжить жить нормальную жизнь потом. Криста, а какие ракеты запускают, точнее программируют полетные маршруты, для каких ракет фигуранты вашего расследования? Я помню из того, что я прочел, о том, что есть три группы. Ракеты морского базирования, сухопутного и воздушно-авиационные ракеты. Могли бы вы немного подробнее об этом рассказать? Да, это три довольно новых типы ракет, которые Россия, а до этого Советский Союз очень долго пытался построить, потому что в Америке был эквивалент еще с 80-х годов, но Советскому Союзу и России не удавалось. Они очень гордились, когда сказали, что у них получилось это. В 2012 году, кажется, было первое испытание на полигоне на каком-то изучении «Восток». Вот три разных ракета. Одна из них под общим названием «Калибр», так его люди называют, хотя у него есть более длинное техническое название. Это ракета, которая может лететь примерно до 2000 километров. Она летит невысоко над землей, 30-50 метров. Скорость медленнее, чем баллистические ракеты, которые летят на значительно более дальнее расстояние и значительно быстрее. Но при этом ей можно управлять, и нужно управлять, и прятать ее из радиолокации. Вот именно «Калибр» выстреливает из морских суден. Это может быть маленький корабль, большой корабль или подводная лодка. Так что вот «Калибр». Вот да, вы видите именно выстрел «Калибра». Скорее всего, из Черного моря. Вторая ракета, которая в том же центре программируется, это, ну можем продолжить, «Калибра». Это авиационная. Это ракета, которая выстреливается только из самолетов, и при этом только три самолета могут это выстреливать. Ту-96, кажется, Ту. Ну, два Ту и один Су. Вот ракета, она менее дальнего полета, примерно 800 километров на памяти она может лететь. Но она тоже очень сложно ее сбить, потому что она летит еще ниже даже «Калибр», примерно 15-30 метров над землей. И третья ракета, она называется «Р-500», или в прессе ее называют «Искандр-М» или «Искандр-К», но «Искандр» — это сама система, которая его выстреливает. Эта система всегда находится на грузовике, и она от земли выстреливается. Из этих труб, которые вы видели, которые поднимаются вверх, и вот она может лететь еще дальше, даже чем «Калибр». чем «Калибр», она может до 3000 километров. Они все объединены в том, что рассматривают, то есть они ищут цель уже на основе оптического распознавания. Во время полета они рассчитывают на GPS сигналов от спутников. Кроме того, внутри этих ракет есть сложная структура, которая отслеживает их высоту, их направление. Но самое важное, что они должны увидеть цель и туда спустились. То есть теоретически они должны быть столько точные, что отклонение от крайней цели не должно быть больше 5 метров. Но реально этого не бывает, и они могут отклониться до 50-60 метров, что уже делает их реально не точными. А как вы полагаете, могут ли в России еще быть такие центры? Вот центры по этим типам ракетам я исключаю это. Я думаю, что это единственный центр. И поэтому, если эти молодые 33 человек сейчас гипотетически решили уже не выгодить на работу, потому что, скажем, их родственники держали ответственными за то, что они делают, то Россия не может уже выпустить эти ракеты. Ну, представьте себе такую гипотезу. А остальные ракеты, мы же не все ракеты смогли проанализировать. Так что я думаю, что есть другие люди, которые занимаются другими ракетами, которые менее-менее точны. Например, С-300, которые делают ужасные тоже гражданские потери из-за них, потому что они совершенно не точны. Это ракеты, которые используют ПВО на самом деле. Кристо, скажите... Это ракеты, которые не должны быть использованы по земле. Вы правы. Они только для ПВО. Нет, у них есть возможность. Они программируются и по земле, но при этом у них точность очень сильно страдает, насколько я знаю. Скажите, удалось ли вам в ходе расследования, я понимаю, что там оно было на другую тему, но, возможно, вы знаете цифры, хотя бы примерно установить количество оставшихся в России ракет. Нет, абсолютно цифрами нельзя, не можем это узнать. Но сам факт, что у них были значительные паузы в использовании этих ракет и практически усиление было только тогда, в начале октября, когда уже Путину было важно показать, что как-то он готов мстить за потери территории. У меня такое ощущение, что у них не так много ракет, потому что иначе они бы продолжили ну все время с какой-то периодичностью их использовать. А была большая пауза, потом был такой взрыв их вылетов из-за того, что было необходимо показать какую-то активность. И сейчас опять будет пауза. Я очень надеюсь, что будет пауза из-за того, что часто этих людей тоже не смогут выйти на работу. Как вы считаете, какими будут последствия вот этого расследования? Я понимаю, что, наверное, вскоре этими людьми или уже, может быть, заинтересовались в ГААГе. А вот в самой России, там, я так понимаю, уже знают, конечно, об этом расследовании. Как они могут на него отреагировать? Ну, в России, конечно, я думаю, что сейчас будет и уже идет какой-то поиск кротов. Будут думать и искать, кто из них вообще сдал эту историю. Конечно, они не могут, сами их спецслужбы не могут поверить, что это журналисты смогли это сделать на основе открытых данных. Они будут искать именно кротов. Я думаю, что именно это сейчас там и происходит. Мы ожидали, что они будут придумывать какие-то опровержения, которые официально будут нам выставлять. Ну, это они тоже не сделали, потому что им нечего сказать. А дальше, что общество сделает с этими людьми российскими? Ну, я не могу сказать. Я думаю, что будет намного сложнее вырбовать новых людей. Вот это я могу себе представить. Потому что никто не хочет попасть в ту ловушку, в которую эти люди попали. Кристо, я хочу поблагодарить вас за ваше расследование, за то, что вы делаете, в том числе и для нас, для нашей страны. Да, за эти шесть месяцев кропотливой работы. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Ждем, ждем ваших новых расследований. Всегда, конечно же, ждем вас в нашем эфире телеканала «Фридом». Напомню, Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель здания «Беллинкет» был с нами на связи.